Бабушка 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 половине дня. Прошлая неделя отличилась сразу несколькими кражами. Далее в программе сводки полиции. Красиво жить не запретишь. 17 июня около 11 часов 30 минут из гипермаркета на архангельской неизвестный мужчина тайно похитил бутылку коньяка Хеннесси. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что данное деяние совершил безработный ранее судимый житель Коряжмы. Избрано мера пресечения обязательства о явке. А 18 июня сотрудниками отдела полиции в торговой точке, которая расположена в доме 5В проспекта Ломоносова, выявлен факт продажи алкогольной продукции. Составлен административный протокол. 21 июня в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него пропали деньги и планшет. По горячим следам полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась бывшая сожительница заявителя. Раньше она была уже не в ладах с законом. Сейчас реклама, сразу после которой другие темы выпуска. Группа «Илим» отмечает свой день рождения. 4 июля приходите на городской семейный праздник «Илим и я». На стадионе «Труд» вас ждут спортивно-массовые мероприятия, детская зона, настольные игры, а также конкурсы с розыгрышем ценных призов. Парад открытия дня компании в 11.00. Приходите. Отличное настроение и яркие эмоции гарантированы. Устали переплачивать за мебель? Диван диванов. Просто здесь дешевле. Скидки до 70%. Долгожданная летняя распродажа в салоне обуви «Степс» уже началась. Котлас, торговый центр «Адмирал». Коряжма. Торговый комплекс «Виконда». 25 и 26 июня магазин книги Коряжма Пушкина 8 проводит акцию «Летнее настроение». Только два дня. 25 и 26 июня действует скидка 30% на весь ассортимент. АВФ-книга читайте вместе с нами. Магазин книги Коряжма Пушкина 8. Детский консионный магазин «От мамы к маме». Принимаем на организацию и продаем детскую одежду, обувь, игрушки, кроватки, коляски и многое другое. От мамы к маме. Магазин «Салаки» Космонавтов 6. Мы продолжаем новостной выпуск. Как мы уже рассказывали, Котлас стал второй площадкой «Праймерис» внутрипартийного предварительного голосования на выборы губернатора Архангельской области. Его организует региональное отделение партии «Единая Россия». Предварительное внутрипартийное голосование собрало в Котласе более 300 выборщиков из Котласа, Коряжма-Котласского, Красноборского, Велегоцкого, Ленского и Верхнепоемского районов. Как «Праймерис» прошел в Котласе, расскажут мои коллеги. Люди, занявшие места в Большом зале Котласского дворца культуры, не только члены партии, а также беспартийные представители общественных организаций. Они стали участниками любопытного процесса. Ведь только «Единая Россия» проводит публичный отбор кандидатуры, который впоследствии утвердит региональный полицовет для участия в выборах губернатора Архангельской области. «Праймерис» в Котласе включал не только выступления кандидатов, но и концертные номера. И все-таки главное, ради чего приехали сюда выборщики, это лично послушать программы кандидатов и проголосовать. Первый слово получил глава Красноборского района Владимир Рудаков. Его программная установка – развитие местного самоуправления. Реформы местного самоуправления решают множество конкретных проблем. Мы уже видим первые итоги перехода периода земской реформы, в том числе в плане передачи полномочий сельских поселений на уровень муспального района. Я считаю, что эта работа правильная. Руководитель производственно-строительной компании, 36-летний Сергей Деревин, строит свою программу на трех китах – поддержка сельхозпроизводителя, малого и среднего бизнеса и создание условий для молодежи. Еще раз подчеркну, я за стабильность в хорошем смысле этого стола, а для устойчивого развития нам всегда нужны свежие идеи, грамотные специалисты, нетрадиционный подход к проблемам и способам их решения. Спикер областного собрания депутатов Виктор Новожилов выдвинут на праймере с своими земляками – однопартийцами из Вельска. Чем я руководствовался, когда готовил данную программу? Это наказы избирателей и практический опыт работы в Архангельском областном собрании. Успешный предприниматель в сельском хозяйстве, областной депутат Алексей Макаров считает, что агропромышленный комплекс в Архангельской области возрождается, и в этом же направлении надо двигаться дальше. В прошлом году мы впервые за несколько лет увеличили производство молока. В этом году тенденция сохраняется, и я уверен, что в ближайшем будущем мы сможем накормить наше население Архангельской области вкусными, качественными, безопасными и экологически чистыми не только молочными продуктами, но и местными. Действующий руководитель региона Игорь Орлов замыкал выступление. Он отметил, что правительство, решая текущие вопросы строительства дорог и садов, развития инфраструктуры, переселения из аварийного фонда, решало и глобальную задачу выработки стратегии развития Архангельской области. Формирование такого состояния региона и, по сути дела, человеческих душ, когда каждый участвует в этом развитии, каждый понимает, что за ним находится тот небольшой участок фронта, который врагу отдавать нельзя. После выступлений само голосование, перерыв, предназначенный для опускания бюллетеней в опечатанные ящики и подсчета голосов, был заполнен чаепитием, неформальным общением с кандидатами и стихийной фотосессией с Игорем Орловым, на которую выстроилась очередь желающих. А еще формулировали свои пожелания будущему губернатору. Чтобы, во-первых, был ответственный человек, знающий обстановку не только в Архангельске, но и в Котласе, в Косноборске, в Шенкурске, в Холмогор и так далее. Чтобы этот человек был очень внимательный к нашему поколению старшему. Подсчет голосов занял немного времени на третьей позиции со 120 голосами директор производственно-строительной фирмы Сергей Дерябин. Вторым стал председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов. Он набрал 147 голосов. Лидером предварительного голосования оказался временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Орлов. В его пользу проголосовало 289 человек. За организацией праймерис и ходом голосования в Котласе следил член наблюдательного совета Александр Брославец. Кандидаты начали по-другому как-то говорить уже, более своим языком. Может быть, первая у них площадка была какая-то волнительная для них. Многие читали по бумагам или еще как-то заготовлено. А сейчас уже более живо общаются с залом. Ну и какая-то тут, в принципе, активность населения. Заключительная площадка праймерис прошла 23 июня в Вельске. В результате проведения тайного голосования была выявлена тройка лидеров. Ими стал Игорь Орлов, Виктор Новожилов и Сергей Дерябин. В грядущую субботу, 27 июня, на конференции регионального отделения Единой России единороссы выдвинут своего кандидата на выборы губернатора Архангельской области, которые пройдут 13 сентября. О культуре. Завтра, 25 июня, в Коряжемской детской школе искусств даст концерт Архангельский государственный камерный оркестр. Мероприятие пройдет в рамках летней музыкальной академии, которая проводится в эти июньские дни в Котласе на базе школы искусств Гамма. Летняя музыкальная академия – это мастер-классы по фортепиано, скрипке, виолончели, а также ряд фестивальных концертов. Это первый подобный проект на территории Архангельской области. По составу музыкантов и профессоров по уровню концертных программ летнюю академию сравнивают с академическими событиями, более характерными для летней музыкальной Европы. Коряжему на мастер-классах представляют скрипачи детской школы искусств педагога Татьяны Журковой. А в четверг, 25 июня, наш город станет фестивальной площадкой. На сцене Коряжемской дыши и выступит Архангельский государственный камерный оркестр под руководством Владимира Ануфриева. Концерт состоится в 11 часов. Число зрителей сможет пополнить любой житель города, желающий в летние дни приобщиться к прекрасному. Вход свободный. Сегодня, 24 июня, исполнилось бы 90 лет Давиду Наумовичу Карпу, почетному гражданину Коряжему, ветерану Великой Отечественной войны. Давид Карп без малого 30 лет руководил Коряжемским комбинатом промышленных предприятий. С его именем многое связано в нашем городе. Для уроженца Луганской области Давида Карпа Коряжма стала родным городом. Он, казалось, мог часами рассказывать об истории рабочего поселка, знал о каждом доме, помнил все имена, отчества, фамилии, своих коллег, подчиненных, соседей по дому и даче. Имя Давида Наумовича Карпа было занесено в Книгу почета города Коряжмы год назад. 24 апреля 2014 состоялось вручение диплома удостоверения и нагрудного знака почетный гражданин города. Собравшиеся в тот день в доме виновника торжества замечали, Давид Наумович достоин этого высокого звания. Карп руководил Коряжемским комбинатом промышленных предприятий почти 30 лет. И многое сделанное и построенное в нашем городе – это его заслуга. Давид Наумович, мы должны вас поздравляем. Наша ветеранская организация, Совет ветеранов, наш КПП поздравляет вас с таким почетным наградой, заслуженный, ну как почетный гражданин города Коряжемы. Это вы этого заслужили. Это нам было, конечно, вам уже давно это присвоить. Но вы это лучше поздно, чем никогда. Давид Наумович Карп – человек большой души, хотя судьба на его долю выпала нелегкая. В 41-м, когда началась война, Давиду было всего 16. Из-за возраста на фронт его не брали. Он начинал работать трактористом в эвакуации в Краснодарском крае, а на фронт попал после Харьковского военного училища в начале 45-го. Демобилизовавшись в 1947-м, Давид Карп в Москве окончил курсы Академии связи и работал монтажником при Министерстве лесной и бумажной промышленности. Монтажником сначала работал, потом работал бригадиром, потом прорабом. Всю страну объездил. Мы строили линии электропередачи низковольтные с электронной связью вдоль узкоколейных железных дорог в леспромхозах и ради узлы в небольших городах или поселках. Так судьба привела Давида Карпа в Коряжму, где он возглавил электромонтажный участок. Когда завершался срок командировки, Карп решил остаться в рабочем поселке, где затем возглавил комбинат промышленных предприятий. Понравилось здесь. Я написал заявление в Портком, что хочу остаться на стройке. И меня Софьян назначил директором комбината, который еще не достроен был. Я согласился. Комиссия приняла недостроенный комбинат. И мы еще недостроенным комбинатом уже давали блоки фундаментные, дорожные плиты. И так я стал директором КПП. Потом техникум здесь окончил строительный. Ровно пять лет назад Давид Наумович Карп отмахивался от нашей съемочной группы. Мол, 85 отмечать не буду. По берегу силы для 90-летия. Увы, он не дожил до своего юбилея всего три месяца. Его не стало весной этого года. Прямо сейчас прогноз погоды на завтра. Его партнер магазин Диван Диванов. Устали переплачивать за мебель? Диван Диванов просто здесь дешевле. В четверг погода существенно не изменится. Все так же малооблачно возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 26 градусов, вечером до плюс 22. Атмосферное давление 755 мм рт. столба. Ветер юго-западный слабый 1-2 метра в секунду. Мебель от магазина Диван Диванов – это умелое сочетание современного дизайна с функциональностью и практичностью. Больший выбор и разумные цены. Диван Диванов Корежбин, Адыпцина 6, Ломоносова 10. И это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Внимание абонентов Корежбинского телевидения. В связи с модернизацией оборудования на Котловской передающей станции с 23 июня по 1 июля с 9 до 17 часов. Не будет трансляций на каналах Россия 1, ОТР, Карусель. Скидки до 70%. Долгожданная летняя распродажа в салоне обуви Степс уже началась. Котлас, торговый центр, Адмирал, Коряжма, торговый комплекс «Виконда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова